В Армавире приступили к реализации регионального проекта «Старшие поколения» в рамках национального проекта «Демография» – одно из приоритетных направлений профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. В середине июня к занятиям приступили и 10 педагогов армавирских СУЗов. Мы понимаем, что для повышения конкурентоспособности на рынке труда таким специалистам необходима переподготовка. Ну и кроме того, конечно, одна из задач такого обучения – это получить новые знания, уметь их применять на практике и учитывать, что сейчас повышаются требования к специалистам именно в качестве знания повышения квалификации. Обучение ведется лучшими специалистами социально-образовательного центра «Виктория» по программе «Профессиональные переподготовки инновационной технологии инклюзивного образования». 25 июня состоялась встреча с психологом. Подобные тренинги, а также практические занятия, тестирования проходят каждый день на базе армавирского механико-строительного техникума. Мы подобрали самых лучших специалистов, имеющих большой опыт в области инклюзивного образования. Это и врачи, и психологи, и педагоги, в частности, кандидаты педагогических наук. То есть наши участники будут очень довольны, потому что тот объем знаний и то качество, которое они получат, вполне поможет им повысить свою квалификацию и быть уверенными. Потому что на сегодняшний день инклюзивное образование входит во все сферы образования. Это и школы, и детские сады, и техникумы. И, конечно, нужны иметь дополнительные знания в этой области. Обучающий курс по программе продлится в течение двух месяцев. Уже в середине августа педагоги получат дипломы. Немаловажно, обучение проводится для граждан предпенсионного возраста бесплатно. Деньги на эти цели выделяет государство. Попасть под действие программы могут мужчины, родившиеся с 1959 по 1963 годы, и женщины с 1964 по 1968 года, а также граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, назначаемую досрочно или по выслуге. Подробности можно получить в Центре занятости населения по месту жительства. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Муниципальный этап краевого фестиваля «Кубанские каникулы» состоялся в Армавире в среду 26 июня. Прошел он на базе 18-й школы. Участниками стали более 100 человек в составе 19 команд, представлявших практически все общеобразовательные учреждения города. По традиции, перед стартом напутственные слова организаторов. В нашем городе это управление образованием и комиссия по делам несовершеннолетних. Проходил фестиваль в формате квест-игры. Она включала в себя станции различного направления. Цель нашего конкурса – это вспомнить все наши законы формирования здорового образа жизни, посоревноваться между друг другом на меткость, на силу воли, на какие-нибудь интересные умения, интересные вопросы задать друг другу и так далее. Казачий хуторок, молодецкие забавы, казачьи стрелки – это лишь неполный перечень станций, которые согласно маршрутному листу проходили команды. Участникам предстояло не только продемонстрировать силу, ловкость, но и проявить смекалку, показать все свои знания и умения, с чем они весьма удачно справлялись и приступали к следующему этапу состязаний. Кстати, ожидая своей участии возле той или иной станции, ребята времени даром не теряли. Здесь, например, разучивали песню, с ней команде предстоит пройти станцию «Младецкие забавы» и, конечно же, получить заветные баллы. «Навары, милая, навары, милая, навары, уха-ха, моя чернобривая, навары, уха-ха, моя чернобривая». 26 июня – день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а потому одну из станций посвятили здоровому образу жизни. Ее название «Говори само за себя, сделай правильный выбор». Здесь же расположилась «Арцушка», где ребята могли разместить плакаты с пропагандой ЗОЖ. Их участники подготовили заранее. Состязания продолжались несколько часов, итоги подвели в тот же день. Победители и призеры ожидали грамоты и ценные подарки, а всем участникам полагались сладкие угощения. Субтитры создавал DimaTorzok